Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. В руках у меня большая, красивая книга. Это книга, в которой очень немного слов, но очень много смысла. Собачка, которой у Нино не было. Эдвард Ван де Финдл и Антон Ван де Хертбрюген. Незнакомые для меня нерванские авторы создали историю, которая действительно завораживает. Во-первых, это очень распространенный сюжетный ход. Выдуманный друг, вымышленный товарищ, некий персонаж, которого создает воображение ребенка. Это очень распространенный. Вспомним хотя бы наш мультфильм «Варежка». Один в один собачка, которой у ребенка не было. Но с Нино совершенно отдельная история, отдельная ситуация. Потому что одно дело воспользоваться распространенным сюжетным ходом. Или придумать, например, вот такую интересную стилистику. А стилистика, она, этих иллюстраций, она очень эмоционально напряженная. Чувствуется большое неблагополучие, которое стоит за вот таким изображением природы, изображением персонажей. Здесь много тревожного. Не просто каких-то мрачных тонов. Нет, на самом деле там есть и веселые очень иллюстрации. Фламинго чудесная, например. Но это то, что делает воображение ребенка со знакомыми пейзажами, с знакомой природой и с собственным домом. Когда он чем-то обеспокоен. Вот у Нино была собачка, которой у него не было. Сам оксюмарон, самопротиворечие, которое содержится в этой фразе, очень здорово выражено графически. Именно поэтому иллюстрации были отмечены наградой. И так интересно смотрятся. Вот на рисунке он сам Нино. Вот он играет со своей собачкой. На рисунке совершенно четко видно, что собака полупрозрачна. Она существует только в воображении Нино. И ее никто другой не видит. В лесу собачка, которой у Нино не было, скакала с ветки на ветку, как белка. Собачка, которой у Нино не было, смело запрыгивала к бабушке на колени. На озере собачка, которой у Нино не было, ныряла в самую глубину. То есть мы знаем, мы видим, чем занимается ребенок. Чем он увлечен. И что бы ему хотелось делать вместе со своим четвероногим другом. Собачка, которой у Нино не было, узнавала папу по телефону. Папа звонил из далекой-далекой страны. Вот это место нужно запомнить, потому что мы к нему вернемся в конце. Вот папа в далекой-далекой стране, среди фламинго, с каким-то таким дипломатом. Среди каких-то экзотических предметов. Разговаривает по радиотелефону. И совершенно понятно, что папа безмирно далек. Вот Нино и мальчик очень сильно по нему скучает. И следующий разворот. Собачка, которой у Нино не было, любила слизывать слезы. Они вкусные, соленый сироп. И нарисован мальчик, сидящий грустно в своей кровати. Он сразу показывает о том, что этот ребенок все-таки часто плачет. И это именно у таких детей придумывает наиболее живых, наиболее интересных, вымышленных друзей. Только собачку-то Нино никто не видел. Кроме него самого. И вдруг у Нино не стала собачкой, которой у него не было. Это очень интригующий разворот. Сразу чувствую, что сейчас будет что-то, может быть, трагичное, может быть, веселое. Но просто что-то обязательно должно случиться. Так просто вымышленные друзья не пропадают. Потому что Нино подарили собачку, другую собачку. Вот эту собачку, которая теперь у него есть. Вот эта вот замечательная собачка, с которой мальчик так недоверчиво знакомится. Собачка, которая теперь есть у Нино, мягкая и ласковая, и послушная, и озорная. Но ее всем видно. Она, конечно, не бегает, не прыгает, как белка по веткам. И не умеет нырять. Ей не нравится вообще купаться. А ей нравится рыться в песке. Но все равно это замечательно. И она не прыгает к бабушке на колени. Она, наоборот, ее боится. Собачка, которая у Нино есть, не знает папу. Папа же далеко или в телефоне. Откуда ей знать? Вот это предельно точно. Помните, я говорил, что мы еще вернемся к тому вопросу, а где же папа, и почему Нино плачет и так далее. Папа в телефоне, это для многих современных маленьких детей абсолютно естественное состояние. Они так и усваивают, что вот, родители, вот так вот все происходит. Это ужасно. Это одна из самых больших печалей вообще и расстройств любой взрослой жизни. Что ты слишком мало уделяешь внимания и времени своим собственным детям. И это не стоит никаких, наверное, свершений в этом мире, которые доступны человеку среднестатистическому. Потому что, что может быть важнее, что может быть дороже? Вот новая собачка, которая настоящая, которая не у Нино. Она не знает, кто такой папа Нино. Она не узнает его голос по телефону. Ведь папа все время в телефоне. Может, собачка не разбирается в папах и телефонах. Может, она и соленый сироп не любит, добавленный на следующей странице. Вот, значит, грустная картинка. Ну и что? Ничего страшного. Зато, и вот дальше идет веселый финал, который очень-очень снимает напряжение, да, все вот это созданное. Зато сегодня Нино вдруг подумал про оленя. Про оленя, которого у него нет. И про зебру. Про зебру, которую он никогда не видел. И дальше начинается уже совсем смешная чехардая колесица. И про не бегемота, и про не носорога, и про не жирафа с не медведем. И про собачек. Других собачек, которых у Нино нет. Которых у Нино нет ни одной. Вероятно, все-таки главный герой еще не умеет читать. Вероятно, все-таки он еще удовлетворяется только играми. С воображаемыми, с реальными игрушками, с воображаемыми друзьями. И мне кажется, да, что вот этот момент, когда он открывает для себя всю силу своего воображения, что у него может быть сколько угодно вымышленных друзей, и вообще можно придумать все, что тебе хочется. Это первый шаг к тому, чтобы все-таки от замкнутости, от диалогов с одним единственным вымышленным персонажем, перейти к чему-то другому, что всегда сопровождает детские рисунки, детские первые истории записанные, рассказы какие-то, стишки заверательные, детские игры ролевые, которые обязательно важны в этом возрасте. Это все очень здорово. То есть мне этот финал книги представляется очень оптимистичным. Нино действительно понял, что в его воображении содержится бездна всего. И это очень интересно, это очень здорово. Кто из него вырастет? Очень часто знаменитые писатели, знаменитые художники, творческие личности росли в неполной семье, или в семье, в которой были большие-большие трудности. С папой, или с мамой, или с обеими родителями. Я имею в виду эмоциональные. Вот и у Нино, папа только в телефоне. Что ж, всякое бывает. Может быть, все будет еще и хорошо. Взрослый-то считатель это хорошо понимает, потому что здесь много счастливых деталей из обильного, полного игрушек и заботы взрослых детства. Посмотрите, какие там игрушки нарисованы, как что. То есть все-таки у Нино нормальное детство. Может, и папа когда-нибудь приедет, наконец, из своих командировок из далеких стран. Вот такая книжка. Здесь очень здорово передано. И чувство неуверенности, и чувство тревоги, которое охватывает, когда думаешь о том, как одинокий маленький мальчик разговаривает со своим вымышленным другом. И очень здорово это разрешается. То есть конфликт, он потом как-то разрешается в конце книги с выходом воображаемой. В тот мир фантазии, который поможет все-таки хотя бы пережить вот эти эмоциональные проблемы маленькому герою. Действительно здорово сделано. Читайте. Эта книга очень подходит для задумчивых, мечтательных детей, которым иногда одиноко, как вам кажется. С ними очень хорошо вместе полистать эту книгу. Может быть, что-то откликнется в их душе, и в конце они улыбнутся, думая о ни жирафе, ни медведе, ни бегемоте, которые есть на самом деле у каждого из нас. Спасибо за внимание.